Приветствую вас! Если вы увлекаетесь психологией, то, наверное, знаете, что психологи, по крайней мере, профессиональные психологи, совет не дают. Давать советы это привлекать всего скорее друзей, скорее родных, но никак не психологов. Психологи дают рекомендации, психологи помогают человеку понять себя, но советы психологи не дают. Почему? Потому что советы являются с объективным мнением. То, что я могу вам сказать сразу, сходу, это то, что вам нужно перестать менять, менять свою женщину и начать работать над собой. Потому что в ваших отношениях с женщиной присутствует много «я», присутствует много «хочу» и присутствует много «ты». Вот это, пожалуй, такие основные ключевые моменты, которые я увидел у вас, которые я заметил у вас. И, соответственно, на эти моменты я и готов вам несколько попробнее раскрыть, чтобы вы поняли вообще, о чем идет речь и все, что я хочу вам сказать. Итак, начнем с начала. Вы пишите, нехватка внимания, проблемы в отношении, нехватка внимания. А нехватка внимания, Станислав, это ваша проблема. Это никак не проблема вашей женщины. Каждая женщина, во-первых, вы выбирали сами, я полагаю, что, ну, спорить с этим вы не будете, я надеюсь, да? Женщину вы свою выбирали сами, себе, и раз выбрали такую женщину, значит, почему она должна быть другой, и почему она должна вести себя иначе. Это первый и самый важный момент, да? Что, нехватка внимания, как и все последующие, это проблема скорее ваша. Это не проблема вашей женщины, потому что женщину все, суть по всему, устраивает. А если мне что-то не устраивает, то нужно ее собственное желание что-либо менять. Если у нее этого желания нет, то, соответственно, ее все устраивает, и менять ничего ей не нужно. Знаете, какая история? Понимаете, в какой момент? Ваша женщина такая, какая она есть. Обязательное условие любых отношений, опять же, если вы изучали психологию, то знаете, что обязательное условие отношений – это безусловное принятие партнера, таких, какой он есть. А теперь ответьте себе на вопрос, вы своего партнера, свою женщину принимаете до конца? Нет. Почему не принимаете до конца? Потому что у вас нехватка внимания с ее стороны. Серьезная эта ситуация? Да, серьезная. Ситуация сама по себе серьезная. Потому что нехватка внимания означает, что у вас есть определенные проблемы с самооценкой. Определенные проблемы с принятием в себе отцу верности в себе. Это означает, что в детстве, в семье у вас были проблемы с родителями, которые либо вас чересчур опекали и задавили заботой, не приучили к тому, что любовь всегда будет такая, как вы хотите, столько, сколько вы хотите. Соответственно, не адаптировали вас к жизни, не приучили слышать «нет» своей стороны, стране другого человека. Либо наоборот, родители были у вас слишком строги и вас подавляли. И тем самым вы постоянно испытываете потребность в любви, потребность в ласке, во внимании и так далее. Но это ресурсы ваши внутренние. Вы же пытаетесь получить их извне. И поэтому находитесь в таких негармоничных, отравляющих вас отношениях. Потому что вы встретили человека, который каким-то образом нашел соответствие вашим желаниям, например. И вы решили, что этот человек должен удовлетворять ваши потребности так, как хотите вы. Притом, что вы сами явно не были удовлетворены до встречи с этим человеком. То есть нужно четкое разделение ответственности. Да? Четкое разделение ответственности. Где моя, где твоя. Я мужчина, и я хочу быть нужным для своей женщины. Ну так чтобы быть нужным для своей женщины, нужно знать ее нужды. Чего она хочет. И если вы знаете, чего женщина хочет, то нужно просто это делать для нее. Не ждать ничего взамен. Понимаете, либо вы что-то делаете для женщины и не ждете ничего взамен. Даже не для женщины, просто для любого человека. Вы делаете что-то и вы ничего не ждете взамен. Либо вы делаете что-то, но делаете это уже для себя. И это, в общем-то, как вам сказать, это не то, чтобы плохо. Это не плохо. Это нормально. То есть нормально что-то делать для себя. Но нужно знать честность. Нужно, чтобы быть честно, 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 честно. Себе. Сами сказали, что я делаю это для себя. То есть я не делаю это для другого человека. Я делаю это для себя. И я хочу получить что-то в результате того, что я делаю. Я хочу получить что-то для себя. Если вы поставите вопрос таким образом. Если вы признаетесь, что вы хотите чего-то для себя, то вы тут же и сразу увидите, что то, что вы хотите для себя, вы можете получить и других путем. Для этого не обязательно действовать так, как вы действуете сейчас. Понимаете? Какая история и какой момент. Опять же, вопрос здесь заключается в том, чего вы хотите. То есть хотите ли вы действовать так? Хотите ли вы выйти из вот этих вот отношений, в которых вы находитесь достаточно негативно, даже не из отношений, да? А-а-а! Из того вида отношений. Вы пишите, я хочу, чтобы она мне звонила, находила время. Зачем? Зачем вам это? Чтобы я чувствовал ярое желание от нее раскрыться. Станислав, вы не думали о том, что это право человека хотеть раскрыться? Вы не думали о том, что это право человека хотеть раскрыться? То есть, то есть, то это сам человек решает для себя, раскрываться ему или нет. А если вы хотите, чтобы человек раскрыться, значит, вам это для чего-то нужно. Так какое имеет отношение с то, что хотите вы, с то, чего вы хотите, к другому человеку? Знаете? Вы, грубо говоря, в каком состоянии в отношения вступали? Были ли вы гармоничны, были ли вы балансированы, были ли вы удовлетворены всем? Далее. Так. Значит, ну, у меня в отношениях для этого нет. Знаете, здесь эгоцентритм. Станислав, повышенный эгоцентритм. То есть, концентрация на себя происходит у нас. Вы пишите, у меня в отношениях. Это что значит? В отношениях строите только вы? Что отношения определяются только вы? А как же мнение другого человека? А как же позиция другого человека? А как же индивидуальная особенность другого человека? Которого вы, кстати говоря, выбрали себе сами. Ведь вас, наверное, никто не доставлял с этой женщиной быть вместе. Так вот, и вопрос возникает. Почему? У кого в отношениях у вас лично Станислав? Или все-таки у вас обоих Станислав? Или вы считаете, что в отношениях все должно быть по-вашему? Но опять же, вы можете считать, что в отношениях все должно быть по-вашему. Вы можете считать так. Но по факту от этого в общем и целом мало что изменится. Потому что сколько бы вы ни считали, что в отношениях все должно быть положено, все равно положено в отношениях все не будет. Ну просто потому что есть еще другой человек. И чем вы требовали это принять, тем будет лучше для вас. Далее. Все мои претензии не услышаны. Насколько претензии обоснованы? И почему они должны быть услышаны? Ответ такой. Это отговорки. Если честно, я не совсем понял. Отговорки от чего? То есть в чем именно именно отговорки? То есть если она говорит что отговорки, то от чего вы отговариваетесь? То есть есть, видимо, что-то, чего женщина просит от вас, видимо. То, что вы по ее мнению не выполняете, то, что вы по ее мнению не не даете ей и в результате этого у нее есть ощущение, в результате этого у нее есть ощущение, что она вам, ну, как бы, не нужна, я так, я так полагаю. то есть отговорки от чего-то должны быть. Понимаете, какая история? Вот. Отговорки должны быть от чего-то. А вот такая ситуация такова, что от чего отговорки именно, мне вот лично непонятно. Или ответные претензии. Ну, понятно, что ответные претензии являются, по сути, дело, агрессией, той защитой. Вот. Защитой от нападения. Это значит, что женщина вас видит нападающего на нее. Вопрос в том, в чем именно вы на нее нападаете, хотя бы по ее мнению, да, в чем именно вы на нее нападаете. И, соответственно, зачем вы это делаете, как вы воспринимаете это, то, что вы на нее нападаете, и, соответственно, хотите ли вы перестать это делать. Ну, это вот такой достаточно тоже очень важный момент. Дальше, значит, электричные претензии. Ну, короче, ерунда полная. Ну, здесь вы обесцениваете свою женщину. Мне интересно, конечно, как вы относитесь к ней, как и вас чувствуют к ней, если вы ее можете так обесценивать. я гороскоп обвана на телец. Это просто катастрофа. Так, ну, знаки зодиака вообще здесь ни при чем вы как бы в экологии находитесь. Что касается того, что вы пишете про катастрофу, то здесь я вам рекомендую почитать про игру. Есть такая психологическая игра, она называется «какой ужас», мне кажется, что вы здесь играете в эту самую игру, вы играете в эту игру «какой ужас», потому что вы говорите, что это катастроф. В игру «какой ужас» играют, как правило, те, кто так или иначе избегает ответственности за самого себя и как правило боится близости, например, с другими людьми. То есть вы за этими требованиями, за этими претензиями, скорее всего, скрываете свой страх к настоящей истинной близости. Я полагаю, что вы ее даже и не знаете. Еще меня не устраивает такой момент, что она не умеет благодарить, не умеет радоваться вслух. А вам это зачем? У каждого человека есть индивидуальные способности к этому. Для чего она вас благодарила? Вы для нее делаете какие-то вещи из благодарности? То есть для благодарности или что? Зачем вам это все? Зачем? Вы пишите, что она не меня не устраивает, то она не умеет благодарить и не умеет радоваться вслух, она это держит в себе. Ну, так это такой человек. Она, полагаю, и была такой, верно? Так почему вы опять же не принимаете ее вот такой, какая она есть, если она такой всегда была? Понимаете? Ваши претензии они вообще подлежат мне кажется ресторизации и направлению на себя, на мой взгляд. то есть все ваши претензии по сути проекции на самого себя. Часто ли благодарите вы, часто ли вы радуетесь вслух, только действительно радуетесь, то есть это настоящая искренняя радость, а не демонстрация чего-то. Мы в каких-то отношениях три года, и чья это ответственность принесла? Чья? Я там увлекаюсь психологией, лучше перестать, потому что на мой взгляд психология вам не дает тех результатов, которые могли, которые можно было бы назвать позитивными. Потому что психологией нельзя увлекаться, ее можно изучать, но изучать ее можно только если у вас нет личностных проблем, а личностные проблемы у вас есть, поэтому психология увлекаться вам противопоказана в силу того, что вы будете вырывать какие-то элементы психологии из контекста и использовать для подтверждения своей позиции. этот процесс называется интеллектуализация. Слушаем всякие тренинги, зачем? И стараемся ее к этому привлечь. Для чего? Человекам этого не хотеть. Исход отрицательный, это нормально, если человеку это не нужно, если его все устраивает, то он не должен этим заниматься. может какой совет дадите, как раскрыть мне эту закрытость? Я не очень понимаю, как можно давать какие-то советы по поводу людей, которых мы не знаем. Вот вы готовы меняться, Станислав? Вы готовы меняться и что-то делать для себя, просто для себя? Если вы сами готовы меняться, то хорошо, но другому человеку это может быть очень сложно. А если вы не готовы меняться, то просто подумайте, каково вот женщине другой, ну вот другому человеку каково? Она не хочет меняться тоже. Ей тяжело меняться и страшно меняться. Понимаете? Какая история? А вот. Поэтому я не думаю, что опять же профессиональный психолог может давать совет по поводу того, как поменять и раскрыть другого. То есть если грубо говоря ее, вот если ее, да, что-то не устраивает к тому, если ей что-то не нравится, то она может обратиться к саму за психологической помощью. И мы ей соответственно поможем. Если она не обращается за психологической помощью, если ее все устраивает, то соответственно ей помогать ей тогда не нужно. вы либо принимаете ее еще раз, да, либо нет. И все. Тут как бы не дано третьего абсолютно. Тут третьего абсолютно не дано. Поймите, поймите, пожалуйста, этот важный момент. Дальше значит я вот думал, может это из-за ее неудачи как наше не до меня. Она была спадом лет в детстве, в итоге он ее бросил, предав вернулся на другой. Это вас не касается, потому что вы приняли женщину с ее вот таким, как бы ну багажем, с таким ее опытом и соответственно не важно что у нее там было. Мне кажется, что она уже не верит мужчинам и для кредитов всего. Но опять же, опять же, либо человек понимает свою проблему сам и сам ее решает, либо вы просто принимаете его таким, как он есть. И вопрос этики, вопрос этики в том, что вы рассылаете личную информацию вашей женщины, вы рассылаете личную информацию вашей женщине, насколько это вообще является правильным с точки зрения этики. значит, ну, для меня, соответственно, большой вопрос, насколько это является этичным, то, что вы делаете. Дальше, значит, я уже многое перепробовал, чтобы доказать, есть ли я к ней по-доброму. ну, Versace, вы доказываете кому-то что-то всегда для чего-то. То есть, если вы кому-то что-то доказываете, то это значит, что вы доказываете для себя, вам нужно доказать. Это ваша задача доказать. И вопрос на самом деле немножко в другом. Если вам нужно кому-то что-то доказывать, то кому вы доказываете И при чем здесь женщина? Ну, вы доказываете кому-то что-то? Вы доказываете. Хорошо. Вы молодец. Но при чем здесь женщина? Понимаете? При чем здесь она? При чем здесь, как бы, ну, человек? При чем? Вы подумайте об этом только. Постарайтесь подумать об этих моментах. При чем здесь человек? Что вы кому-то там что-то хотите доказать. А если ему нет никакого дела для того, что вы пытаетесь доказать? Если ему не нужны ваши доказательства, он, по вашему мнению, что он? Не имеете на это права, ну, вот, чтобы, ну, чтобы не участвовать в этих аспектах? Или как? Как вот вы, как вы сами шипяете? Подумайте об этом. Подумайте. Это ладно. Если вы хотите действительно с человеком выстроить отношения, да, если вы действительно хотите с человеком построить отношения, то это нужно учитывать обязательно. Дальше, я делал много приятных подарков. Нас тот слышал, ответ в себя никто не против этого делать. А вы для чего делали ей подарки? Это не знаю. Может быть, женщины как раз таки чувствуют как-то вот подсознательно, что вы делаете это для, ну, для себя. То есть вы не делаете это для нее, вы делаете это для себя. Может быть, она потому вот так вот и ведет себя с вами? Может быть, она потому вот так вот и, ну, действует именно вот, как бы, ну, в каком ключе? Потому что вы, значит, ну, потому что вы ведете себя, ну, скажем так, конкурентным, немного образом. То есть подумайте, пожалуйста, на эту тему как следует. Так, если женщина у вас неправильно, да? Если вы для нее все равно что-то делаете, все равно, если вы для нее что-то делаете, так, может быть, может быть, имеет смысл задуматься на тему, на тему того, для чего я это все делаю, с какой целью я это все делаю. Понимаете? И, может быть, делать чуточку меньше, чтобы... чтобы женщина, например, вот так, ну, не напрягалась. Ну, 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 например, из-за того, что вы для нее делаете. Например, например, я пока... Пока я говорю просто на... Например, да? Дальше, значит, это невыносимо. Опять же, что именно невыносимо? В чем конфликт? Вам нужно увидеть, что конфликт этот ваш, это не ее конфликт, это не ее проблема. У нее, безусловно, есть какие-то свои сложности. Это факт. У нее свои сложности есть. Свои трудности у нее есть. Это да. Но... Ее трудности, это ее трудности. У вас есть свои трудности, которые вы переносите на девочку. Например, требуете от нее того, чего, может быть, она вам дать не может. И если бы вы от нее не требовали, если бы она была свободной, в своих, так скажем, проявлениях, быть может, в таком случае, ей было бы легче себя раскрыть. Кто знает. Но, тем не менее, тем не менее, задумайте о том, что для того, чтобы человек раскрылся, для того, чтобы любой человек раскрылся, началась свобода. Нужна спонтанность, естественная среда. Еще, что меня гложет, это ее общение. В плане ее выражений далеко не женственные повадки бывают, и я это не терплю. А если не терпите... Во-первых, почему не терпите? Во-вторых, если не терпите, почему вы до сих пор с ней? А в-третьих, ну, опять же, понимаете, вы пытаетесь ее перевоспитать, вы пытаетесь ее переделать, или что, зачем, для чего, и так далее. Говорю, веди себя как леди, ну, и, как всегда, слышим ответ претензий, нет желания, уже ничего делать, и спасать. Так, бородокс в том, что вам и не надо никого избать, зачем вам нужно кого-то спасать, для чего. Вы ознакомьтесь, пожалуйста, вот, треугольник Карпмана. И после этого, вот, о роли спасателя можно будет поговорить более детально, о чем это нужно вам. Она вас не бросила ее спасать. Человеку нужен партнер, а не папа, который ее воспитывает, и не тиран, который ее принижает. Как в таких условиях и женщины можно раскрыть? Вы бы расцелились в таких условиях, если бы вас постоянно давили бы, если бы вас постоянно понугали бы, если бы вас постоянно чего-то требовали, и так далее, и так далее, и так далее. Только честно. Кроме того, вы говорите о том, что не устраивает вас, но не сказали о том, что не устраивает ее, вот ее претензии вы не раскрыли. И это, на самом деле, тоже довольно односторонняя позиция, на самом деле. Ведь ее претензии, как и ваши, имеют место быть. И ее претензии тоже подлежат разбору. Ее претензии тоже должны быть услышаны, но вы ее принижаете. Поэтому нажмите с того, чтобы перестать считать ерундой то, что происходит. Во-вторых, отделите себя и свои желания от девочки, и примите то, что она не может вам дать того, чего вы хотите. В-третьих, возьмите ответственность на себя за то, что чувствуете вы, и чего хотите вы, и решите ваши проблемы с помощью психологов, с помощью индивидуальных консультаций, индивидуальной работы. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!